Этот процесс еще не закончился, так как понятно, что стремление к Анду состоит в том, чтобы развалить то, что той партии, которой он раньше служил, сейчас интересы поменялись, люди перешли в другой лагерь. Поэтому задача, конечно, одна, скорее всего, с помощью человека, который уехал в Соединенные Штаты, господином Плохатинком, с его помощью, конечно, развалить Демпартию. В этом смысл и развалить, соответственно, парламентское большинство. Это первый шаг, который надо выполнить. Но я где-то соглашусь, что не обязательно последует второй шаг. Сейчас я сделаю ссылку на то, что сказал другой политический комментатор. Я обычно не люблю ссылаться на иностранных комментаторов, но в данном случае господин Сокор о нем идет речь, сказал интересную вещь, и где-то он прав. Я редко в этом смысле соглашаюсь, но здесь он, скорее всего, прав. Он сказал, что господину Канду принадлежит стратегическая инициатива на данном этапе. То есть все игроки политические или политические акторы, они действуют, реагируя скорее на те акции, на те шаги, на которые идет господин Канду и про Молдова. То есть скорее все остальные реагируют, играют под вторым номером. Тем не менее, непонятно, как долго вот эта стратегическая инициатива будет принадлежать господину Канду, потому что до определенного момента все идет хорошо, но когда станет вопрос, хорошо, парламентское большинство развалилось, а что делать дальше? Спасибо. Спасибо. Спасибо.